итак мы начинаем практику мануального массажа в чем его отличие сейчас я поясню на примере ну во первых важно правильно положить пациента для этого используется стол либо кушетка массажный под ногами желательно должен быть валик обязательно для того чтобы пятки пациента были выше его сердце сейчас выше это нужно во первых для того чтобы лимфоотток был правильный как мы знаем у нас лимфа течет только снизу вверх только пальцев ног до головы да и никто это не использует в жизни то есть врачи говорят приходите домой вы кладите ноги на стену до хотя бы повышена на подушку чтобы был какой-то лимфоотток но так происходит в жизни что у нас профессии либо сидящие то есть идет застой до ногах либо слишком активно люди бегают от этого мышцы спазмируются это же идет застой лимфы лимфостаза всевозможное потому что в обычной жизни лимфа продвигается за счет сократительной деятельности мышц то есть они должны работать то есть у человека должны быть в течение дня определенные расслаблять расслабляющие паузы да и активные зоны временные зоны да вот поэтому хотя бы пока пришел пациент на массаж хотя бы для этого полчаса час вы работаете до чтобы уже был лимфоотток кроме того и наши движения будут все снизу вверх происходить вторая причина это то что коленки чтобы они не упирались даже если кушетка достаточно мягкая вы когда делаете здесь процедуры то коленку просто будет больно чаще коленок сдвигаются и есть такие люди у которых ноги так устроено что они либо вывернуты вот так вот они лежат либо в эту сторону вот так вот то есть это получается неудобно будет для вас делать продольное движение массажное когда она лежит на подушечке она получается все симметрично не работает следующий момент начинаем работать с левой стороны человека то есть мы работаем по половинке ну во первых накрываем конечно отдаляем ту часть с которой мы будем в данный момент взаимодействовать если по зонам то чаще всего заказывать спину до спина у нас этой идет от шеи непосредственно до ягодиц включительно вот вам вопрос на засыпку ягодицы это продолжение спины или окончания ноги чему они относятся я думаю что это продолжение спины ну вот мнение существует разные но я вам скажу что для нас как для специалистов они включаются и туда и туда если мы делаем спину мы ягодицы обязательно затрагиваем если делаем ноги то ноги делаются до до поясницы даже часть поясницы и там другом случае они получают пользу вот почему мы начинаем сейчас объясню с левой стороны потому что мы качаем кровь все наши движения они качают кровь продвигают и и и еще лимфу есть такая даже поговорка что кровь в теле человека качает сердце а лимфу только массажист и это во многом правда оказывается поэтому мы делаем делим еще вот наши сегменты участок спины еще на отдельные сегменты ягодица поясница нижний грудной отдел верхний грудной на любую лопаточная зона да и воротникова и шлена воротникова зона ну я еще обычно еще голову включают из от головы до ягодиц здесь такое правило что мы все движения делаем снизу вверх да а участка этих сегментов разбираем наоборот сверху вниз то есть снизу вверх понятно почему да потому что мы лимфу гоним и должны препятствовать и венозную кровь также прогоняем снизу вверх потому что там есть клапаны вот этих сосудов да если мы будем действовать против движения клапанов клапана могут там завернуться неправильно в общем или боль лишним лишнюю боль предоставить человеку да но начинаем именно с лопатной зоны левой стороны потому что сердце находится грубо говоря в итоге получается что от всех конечностей давайте перейдем доски она не значит смотрите движение мы все делаем еще раз показываю снизу вверх на участке делим сегменты сверху вниз от сердца вот с этой стороны у нас находится сердце слева сторон слева половинка соответственно начинаем да и получается сегментарно мы будем работать вот сегмент потом поясничный сегмент да то есть тут грудной отдел с лопаткой вместе шейно-воротниковый отдел ягодичный отдел бедро для нас ну и икроножный отдел до стопа и соответственно вот там каждые пальчики тоже вот так делятся то есть каждом из этих отделов мы движемся в сторону к сердцу понимаете если руку руку делаем да то соответственно вот один отдел второй отдел делим так условно если с головы начинаем то тоже получается в эту сторону то есть вот ухо это у нас вот один отдел череп это другой отдел шея отдел и вот трапеция то есть очередность соответственно получается да вот это вот первая это зона 2 3 4 5 6 7 8 здесь у получать 1 2 3 4 ухо 1 2 ну соответственно там можно дробить дальше то есть по каждой фланге пальца до получается начинаем отсюда с окончания пальца среднюю фалангу следующий флангу и так далее то есть еще раз повторяю это сделано для того чтобы лимфу и венозная кровь капиллярную кровь мы погоняли ближе к центр организма ну конкретно кровь это к сердцу до лимфу в лимфоузлы которые находятся самые основные это в подключичной зоне то есть вот туда мы будем загибать руку за за плечо в поясничной зоне это в паху то есть вот туда мы будем движение осуществлять и в подмышечной впазине туда будем движение осуществлять по голове соответственно тоже все 100 все идет в сторону ключица спереди а дальше вся эта лимфа уходит в большую цистерну находящуюся за грудиной человека но почему мы не делаем во многих восточных техниках там начинать например с пальчиков и люди говорят ой у меня начали там пальчики и так по чуть-чуть дошли до самого верха да по простой причине потому что весь наш организм пропитан этими сосудами да и он получается как губка и если мы вот эту зону оставили холодной разогрели например бедро с ягодицей да то сюда вот оно не пойдет потому что там еще ткани холодные да они еще и не такие подвижные непроходимость этих сосудов и поэтому будет но не закупорка ну какое-то препятствие да человеку будет ли изличная боль доставлена поэтому мы как бы здесь в первой зоне да разогнали все это размягчили увели в подмышечную впазину и в подключичную зону и соответственно эта зона она ее сосуды более свободны они как насос начинают работать они подтягивают все остальное а мы перешли ко второй зоне и и даем ей под следующую порцию да перешли третью зоне даем вторую и первую зоне она как бы получается дополнительно еще подкачивают да понимаете логику вот это тоже основное отличие этого массажа получается у нас как бы все тела нового состоит из таких вот сегментиков ну кстати лимфоканал они тоже состоят из вот таких сегментов примерно считайте что это я и показал лиматические сосуды все теперь мы приступаем непосредственно к работе и еще кое-что скажу по поводу позы человека это тоже важно то есть мы положили ноги повыше да я вам сказал отдали эту часть которую нам сейчас необходимо для этого если мы работаем с этой стороны с левой стороны да то мы тогда правую руку противоположных убираем наверх человеку комфортно лежать и это нам не мешает потому что мы будем двигаться везде вот так чтобы мы лишний раз его в локоть не бери да с другой стороны нам надо открыть лопаточную зону да и трапециевидную мышцу максимально поэтому мы руку можем опустить вниз да лопатка тогда чуть вот выбирают да либо положить вот сюда и в дополнительных некоторых техниках еще можно поддернуть шире открыть вот это место для этого желательно еще голову развернуть в противоположную сторону ко мне ну и обычно пациент ложится я вам сразу говорю голову поверни в мою сторону противоположную руку можешь свесить а эту руку я помогаю ему своей рукой положить подсказываю ну те кто знает они сами уже плюхаются на стол как надо вот то есть дополнительно мы же еще будем здесь расстегивать понимаете то есть дополнительно вот эта зона у нас еще больше раскрывается ну соответственно когда мы будем делать с другой стороны то есть стоять от пациента слева делать его правую сторону да то соответственно мы все перекладываем зеркально помогаем ему подсказываем и говорим давай чтоб голова не затекла шея не затекла переложим его в эту сторону все приступаем дамы и господа теперь непосредственно к изучению массальных техник поэтому это видео закончено но в следующем видео расскажу еще кое-что интересное и полезное нажимаю вот она